История шахматного турнира «Белая ладья» берет начало в СССР. Впервые соревнования прошли в 1968 году. Масштаб огромен. Турнир пользовался всесоюзной популярностью. В Берске помнят истоки. Для наших спортсменов это настоящий интеллектуальный праздник. Идет упорная борьба. Остался один, точнее полтора тура осталось. Еще не ясно, кто победит, но могу сказать, что, похоже, смена традиционных лидеров у нас произойдет, потому что усилились другие команды, которые претендуют сейчас тоже на выход в первенство области, которое начнется уже вот в этот вторник. 15 минут на партию. Главная цель – поставить мат королю противника. В этом суть быстрых шахмат. Порой решение приходится принимать моментально. Для некоторых такой формат очень удобен. Бывает, игра заканчивается раньше времени. По-моему, самое смешное, когда такая партия была, это в лагере. Я играл с одним мальчиком. Мы сделали три хода, и он сразу сдался. Я не знаю, почему, но так случилось. Спортсмены серьезно готовятся к областным соревнованиям. Белая ладья для них – это еще одна возможность проверить свою подготовку. Решительность и сосредоточенность в глазах у каждого. На доске ведется пусть игровое, но сражение. Эти дети, несмотря на возраст, смогут дать фору многим в шахматных баталиях. Количество участников растет с каждым годом. Если в 2016-м заявке подали 22 команды, то в этом 26. Прогресс заметен. В общем, за шахматными досками сразились более ста юных игроков. Вика Архипенко из 13-й школы увлеклась игрой недавно. Надеется, успех не заставит себя ждать. Я сама решила заниматься. В первом классе у нас тренер ходил по классам и предлагал заниматься шахматами. С этого все и началось. Это увлекательная и интересная игра. Она развивает математику, мышление и все-таки учит. Турнир завершен и итоги подведены. Лучший результат показали шахматисты 7-го лицея. Серебро у школы номер 2. Почетное третье место досталось 6-му лицею. Призеры получили дипломы и медали. Но это еще не все. Теперь участники из этих трех команд представят Берск на областном этапе турнира в Новосибирске.